Холодно! Холодно, сегодня холодно. итак господа градусник показывает минус 18 ну да конечно где-нибудь в красноярске люди сейчас скажут минус 18 ты что это разве холодно да в москве даже минус 18 холодно потому что чертова сырость короче мы сегодня работаем где в доставке а в какой доставке в яндексе абсолютно верно но почему я без плаща и даже без рюкзака хотя рюкзак есть но он немножко другой потому что мы работаем не в яндексиде а в яндекс доставке и вот такой вот холодный ветряный денек я выбрал для работы в доставке а сейчас я предлагаю метнулся куда-нибудь в тепло чтобы там открыть смену или как это тут называется выйти на линию точно но я ненавижу заходить на вокзал и вот из-за вот этой штуки да прикол в том что я не выкладывал ни камеру не телефон рамка пикнула но меня не пускали театр безопасности открываем но елочку тоже пора убрать вот что я сам впервые пользуюсь всем этим я пока не знаю как этим пользоваться есть какие-то гарантии за 10 заказов гарантия две с половиной тысячи короче ладно на линию это что такое на линии прошло минут 15 как ушел первый заказ ставлю на месте потому что я по факту на месте это вообще мой самый первый заказ на преснецкую набережную я поеду короче пошли просто в холл заходите за эти поэтому мой первый заказчик пошел пресненская набережная 62 маршрут это он показывает на автомобиле пеший маршрут так ладно ставлю поехали он строит маршрут на автомобиле зачем ладно сделаю это сам полчаса через киевска все понятно вот это башня мне нужно а вот добрый день я привез от анны документы приедут внизу можно сказать первый заказ выполнен мне кажется я могу закрывать заказ в итоге 45 минут на все про все условно ну плюс я там 15 минут ждал этот первый заказ в итоге час оплата 267 заказ оплачен картой а это что такое нажмем к активности ага заказ выполнен оцените пятерка вижу понятно указали адрес оставили чаевые ну нет пассажир поблагодарил за все-таки 20 рублей чаевых оставил болин а я нажал что нет все комиссии яндекса 22 с половиной процента и 2 и 8 процента комиссия парка вот такая вот фигня жарко на улице холодно в помещениях жарко я в башне федерации пришел второй заказ интересно что я буду везти и куда жк снегири эко минская улица 2 это вот куда почему здесь нельзя сделать маршрут на автобусе вот если еще пеший и что он делает пеший маршрут мне кажется или это приложение со еще совсем совсем сырое просто ну мне так кажется может быть просто привыкнуть нужно хотя первое впечатление она как пора вот такое самое настоящий заказ на 427 рублей маршрут пеший строю и он делает как на машине зачем так еще раз ну и где пеший маршрут и почему есть только пеший или на автомобиле почему нет возможности построить маршрут на общественном транспорте как я сейчас это должен сделать жк снегири эко полчаса на метро короче ехать а везу я вот этот ключ просто ключ ну 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 вот вот так вот бывает 20 минут ехал с пункта до пункта б и 20 минут здесь еще определялись как я попаду на территорию куда идти где меня встретит в итоге 40 минут прошло и 427 рублей выручки и сдается мне что здесь ждать заказ наверное смысла нет поеду обратно в небоскреб я под большим стеклянным куполом и надеюсь хоть здесь gps будет ловить потому что вот здесь указано нет доступа к gps но ведь он должен быть но при этом я вроде как на линии я могу принимать заказ так что ждем еще одна проблема фотография не пришла проверку я не в машине ну извините интересно почему же я не в машине интересно да может быть потому что я пеший ну короче как я сказал приложение такое еще пока не совсем доработанное немножко сыроватая хотя таксисты им пользуются уже давным-давно как она может быть сыроватым непонятно и или я не нашел или действительно в заказах не указано что что вести что я буду вести даже тогда когда я пришел на первую точку там где забираю там уже показывается точка б куда мне ехать но там не показывается что я буду вести недоработка ну и первое впечатление такое что это нечто среднее между достависты и яндекс такси от достависты здесь то что мы возим не пассажиров а доставку товары а от такси здесь то что во первых само приложение таксишны а во вторых отличие достависты основное отличие в том что в достависты я сам выбираю заказан на карте я вижу там очень много заказов там по 400 каждый день а тут такого нет тут на карте заказов нет ты просто на линии и ждешь пока тебе упадет заказ а еще здесь от яндекс еды тоже есть частичка потому что если бы у меня сейчас был вот этот короб ну вот эта сумка да или хотя бы просто термопакет то я бы мог заставлять заказы из магазинов из ресторанов то есть еду но сегодня я без этого поэтому наверно и заказывать меньше короче я приехал в ту самую точку откуда забирал самый первый заказ а я только два заказа что-то какая-то фигня включу-ка я термопакет он у меня есть термопакет включил и все готово мед книжка тоже есть готово все а фотографировать не надо тем временем господа прошло уже еще минут 40 и фотографии термоемкости до сих пор проверяется фотографии медицинской книжки тоже до сих пор проверяется время 17 40 и пожалуй пожалуй я завершу работу а пока я заработал 530 рублей это уже получается чистые потому что грязными 714 это за два заказа она вроде бы как и неплохо но времени ушло 4 даже больше муки и пусть будет 4 часа за 4 часа два заказа 530 рублей ну окей у меня ушло некоторое время на проблемы с локацией я решил оттуда смотаться на белорусскую потратив еще на это некоторое количество времени еще плюсы я тут посидел то есть не посидел на посидел и пока фотографировал медкнижку термопакеты короче говоря 1 блин комом напишите в комментариях реально какие-нибудь лайфхаки как здесь вообще нужно работать чтобы были заказы руки вернут холодно а я с 530 рублями отправляюсь домой в следующий раз я отработаю намного продуктивней чем сегодня мне так получается что каждый видос что-то не то что-то не то что-то не так